Полковник Большаков, приказываю всем поисковым группам оставить район Кыги. Харизматичный, целеустремленный, обаятельный и при этом умеющий настоять на своем. Таким запомнили друзья Юрия Гусева. Советский актер за четверть века работы в кино успел сняться более чем сотни фильмов, но жизнь его оборвалась внезапно и нелепо. Родился Юрий Гусев в Москве в 1936 году. Отец погиб на фронте в 43-м, мама Ольга Егоровна растила сына в одиночку. В детстве его называли «юный техник». Пока другие мальчишки на улице гоняли мяч, Юра часами возился с радиодеталями. Починить радиоприемник или собрать новые из разных деталей для него не составляло труда. Окончив семь классов, Юрий Гусев поступил в Московский электромеханический техникум Министерства судостроительной промышленности. Учился он хорошо, а еще очень быстро стал звездой самодеятельности. Вел практически все вечера и концерты, читал со сцены стихи и басни. Друзья в техникуме говорили ему, что он настоящий артист, но Юрий только отмахивался. Он хотел получить настоящую профессию – встать на ноги, чтобы помогать маме. После окончания техникума молодой человек отслужил армией и устроился на один из московских заводов. За три года Юрий Гусев вырос от простого техника до начальника радиотехнической лаборатории Института ревматологии. Обладев одной из профессий, будущий актер решил попытать счастье в ремесле, которое до этого было для него просто хобби. И в 1961 году он поступил в училище имени Щепкина. После его окончания Юрий Гусев был распределен в труппу театра имени Моссовета, где отработал три сезона. К тому моменту он уже много снимался, был востребован, поэтому неудивительно, что Юрий предпочел театру кино. Актер воплощал на экране в основном сильных и мужественных персонажей. Широкую известность ему принесли роли в таких фильмах, как «Вечный зов», «Хождение по мукам», «Экипаж», «Долгая дорога в дюнах», «Два капитана», «Пропавшая экспедиция». В 1968 году супруга Юрия Гусева стала актриса Центрального детского театра Марина Кузнецова. В течение более чем четверти века Марина Александровна была одним из главных радиоголосов СССР и России. У пары родилась дочь Татьяна. Девочка росла в артистической среде и неудивительно, что в итоге она продолжила дело родителей. Татьяна Кузнецова окончила театральное училище имени Щукина и многие годы служила в Российском академическом молодежном театре. С 2015 года она играет в Израильском театре комедии. Увидеть то, как дочь делает первые шаги в профессии, Юрию Гусеву было не суждено. В начале 1992 года на экраны вышел детектив Глухомань. Роль Звягинцева, с которым расправляется мафия, стала последней работой Юрия Гусева, которую зрители увидели через год после того, как его не стало. На экране он появляется только в самом начале картины. В январе 1991 года актер отправился на съемки очередного фильма «В Ташкент». Он пребывал в прекрасном расположении духа, был настроен на серьезную работу. Никто толком не успел понять, как это случилось. Артист оступился и упал, ударившись головой. Его доставили в больницу, где врачи диагностировали перелом основания черепа. 19 января 1991 года Юрия Гусева не стало. Он всего месяц не дожил до своего 55-летия. Актера похоронили на Хованском кладбище столицы. Рядом похоронена его мама, пережившая любимого сына, всего на год. Вечная светлая память талантливому актеру. Редактор субтитров А.Семкин